Умение делать красивое, это как? А хотите увидеть? Да приезжайте просто в поселок Нежный. Конечно, здесь вы увидите дома красивые, и наверняка вам захочется их приобрести. Давайте сегодня еще и поговорим о инфраструктуре. И начнем мы прямо с центральной усадьбы поселка. Почему мы с гордостью говорим о великолепной инфраструктуре? Потому что мы говорим о великолепных дорогах, которые здесь сделаны. И знаете, если дороги города Магнитогорска считаются лучшими в стране, то дороги поселка Нежный однозначно точно лучшие в стране. Потому что асфальт здесь укладывают очень плотный. Потому что, посмотрите, ширина проезжей части без озрения совести. Я скажу, что здесь разъедутся даже два грузовика. Это в поселке. Ничего, так все нормально? Где такие дороги еще вы увидите? Да нигде больше. И даже учитывая то, что типовые поселки примерно такого уже характеристик и параметров, и красоты по строениям есть, то дорог внутри там нет. Ну, давайте посмотрим и заедем в такой поселок под названием Крылоло. Ладно, все, без комментариев. Лучшие дороги в поселке Нежный. Как их делают? И давайте об этом сегодня поговорим детально. Ну, а для того, чтобы понять грандиозность созданного, вот, пожалуйста, центральная усадьба. Здесь и тротуар, и детская площадка, и зеленый газон. Как она? Есть понятие «строить по плану» и строить в четком соответствии с графиком работы. Есть решение делать это ответственно и качественно. Мы часто видим, что отсутствие элементарных понятий о перспективах строительства и прочности коммуникаций приводят в городе к пробкам и поспешному латанию дорог с только что уложенным покрытием. И кто догадался, в городе доступ к коммуникациям обеспечивать на проезжей части непонятно. Эту проезжую часть укладывают настолько же разумно, насколько тянулись все коммуникации. За примером ходить далеко не надо. И улиц со второстепенным значением в городе предостаточно. И просто подойдите к любой литвине и убедитесь в реальной толщине асфальта и отсыпки. Здесь все гораздо основательней. И каков объем работы? Какие темпы работы? Ну, и то, и другое меня удивило. Дело в том, что вы видели на дороге разные темпы, вы видели разные строительства. И буквально вот за тем забором замечательные сады. Мои родные сады, Мичурино-6. Так вот, когда они строились, дорога потом появилась только после 10 лет. Ну, такая специфика нашего строительства. В поселке Нежный все решено было сделать по-другому. И вот здесь вот, в южной его части, дорога уже подведена. Скоро она будет сделана. Объемы работы знаете какие? 40 тысяч квадратных метров. Их закончат к концу года. Ну, сопоставимы они разве что с темпами работы нашей городской любимой организации «Южуал автобан». Ну, вот люди появились и делают. Но если мы переместим, в наш взгляд, чуть-чуть на север, то скажем, что здесь даже пока еще домов нет. Но они тоже будут сделаны. Теперь у самой технологии строительства. Я действительно был поражен, потому что был грамотно действительно сделан и с крыши. Сначала идет отсыпка скальным грунтом, потом уже щебенка. И, обратите внимание, вот он бордюр. А асфальт будет вот до сюда. То есть, дорога будет служить, я так думаю, ну, как минимум лет 20 без ремонта. А поскольку, поскольку после Нового года здесь ни одна тяжелая техника ходить не будет, возможно, дорога прослужит и дольше. Конечно, зная и сравнивая технологии строительства дорог, и не видя здесь тяжелой техники, как у Юж-Уралавтобана, в голову может закраситься тень сомнения. Но предназначение федеральных трасс – это магистральные тяжелые перевозки. А зная максимальную нагрузку на ось даже самого тяжелого джипа, жителя поселка Нежный, за долговременность этого асфальтового покрытия переживать не приходится. Ну и мы не удержались, конечно, даже в разговоре про дороги. Поселка Нежный. Определимся с другим предназначением поселка Нежный. Южную часть. Просто не заезжали и не видели. Одноэтажные коттеджи и реализованная мечта о своем глобальном огороде. Посмотрите, здесь не менее 12 суток на каждый участок. То есть, ну, к своему небольшому домику. Вы еще можете и большой домик пристроить, и при этом проект вам утверждать не надо. Это все-таки баня, либо охотблок. Так что, ну, думайте сами. И выбирайте в том числе и одноэтажные коттеджи. И вот о нем-то я увидел тут это пространство и задумался. Теперь, чем проводятся работы по благоустройству, и что ждет поселок Нежный в ближайшей автодорожной перспективе? Техника, купленная фирмой, смежником абсолютно новая. И в этом легко убедиться. Персонал квалифицирован. И выходя за рамки сюжета, и отдав дань уважения тем, кто занимается дорогами поселка Нежный, скажем, «Приедьте сюда, сами посмотрите, скиньтесь улицы и сделайте себе пусть и не такие широкие, но дороги». Так как из городского бюджета деньги на благоустройство поселков, в смысле дорог, выделяться вряд ли будут. Здесь же в цену дома включена и инфраструктура, в смысле идеальных дорог. Так что реальная цена квадратного метра жилья в поселке Нежный более чем конкурентоспособна. Ну а как следить за чистотой? И решение этого вопроса найдено. Здесь постоянно будет работать индивидуальный поселковый чистящий комбайн. И наконец-то можно будет реализовать несбыточную мечту в конкретном месте. В обуви, не разуваясь, проходить и в спальню. Есть такая романтическая песенка, не помню, кто написал. Ни строки, ни музыку, но текст примерно такой. Дорога без конца, дорога без начала и конца. Но эта песенка неприменима к дорогам поселка Нежный. Потому что к ближайшим холодам дорога... Есть такая романтическая песенка. В ней такие слова. Дорога без конца, дорога без начала и конца. Но эта песенка неприменима к тому, что происходит в поселке Нежный. В дороге поселка... Есть такая романтическая песенка. Дорога без конца, дорога без начала и конца. Но эта песня неприменима к дорогам поселка Нежный. Потому что, учитывая темпы строительства и зная планы, и зная о том, что вот этим асфальтовокладчикам всего день назад были уложены полтора километра великолепного асфальта, можно говорить о том, что к концу лета, точнее к наступлению первых холодов, все асфальтовое покрытие будет уложено. И вам останется радоваться жителям поселка Нежный и завидовать тем, кто еще не стал жителем. И что меня удивило, завершая этот сюжет, скажу вам, как только мы в этом году приехали сюда, я не видел машин, которые выезжают отсюда, грязных машин. Почему? Потому что вся отсыпка уже сделана, и там даже где есть щебенка, пока еще есть щебенка, ну, просто великолепно. Что еще можно сказать? Ну, и досталось добавить, что к завершению строительства, к завершению строительства участка дороги до улицы Гагарина, здесь на въезде со стороны аэропорта будет создана, ну, эквивалентная хуторкам развязка. И вопрос безопасности, а вся территория окружена мощным забором, тоже будет соблюден.